Ну, Ольянка получит. После череды извинений и необходимых мер по очистке, завтрак был закончен. Наша компания вышла из столовой. Расстроенная, Славя сразу куда-то убежала, а мы с вожатой пошли показывать Саманте её новое жилище. По дороге нас догнали двое. Щетинистый водитель автобуса, нагруженный чемоданами. И приехавшая тем же рейсом женщина. Недовольный чем-то водителем, многозначительно щелкал себя по кадыку. Да, комары у нас лютые. А чё он по кадыку себе ебошел? За. Пока они что-то обсуждали с Ольгой Дмитриевной, я оказался один на один со своей подопечной. Значит, ты Сэм? Как и я? Можно звать тебя Сэм? Эм... Явно да, это лучше, чем... Сэм... Сэмень. Конечно! Я думала, вместо тебя будет девочка. Она мне писала. Она уже в ГУЛАГе. КГБ прислали меня на замену. Саманта шалела, посмотрела на меня, а потом рассмеялась. Хорошо, что она поняла шутку, а то... А то бы бежала ещё с дикими воплями в сторону автобуса. Она заболела ангиной, и её отправили домой. Увы. Ой, как жалко. А ты её знаешь? Не, я же сам новенький тут. Жаль, что твоей подруги тут нет. Соболезную. Мы были не так уж близки. Она хорошая и правильная, но немного скучная, если честно. Это не про Славили с случаем? Нет, не хорошо так говорить. Я быстро кивнул, опасаясь необдуманно что-нибудь ляпнуть. Тем временем мы подходили к домикам. Ольга Дмитриевна поселила гостью в домик слева от нашего. Это была лучшая жилплощадь в лагере. Оставив Саманту разбирать вещи и отдыхать, мы вышли на улицу. Она будет тут жить одна? Посмотрим. Семён, к тебе будет ещё просьба. Я сначала хотела к ней Славю приставить, но она как-то... Неважно. Придумаем. Ты пока посиди в домике, карауль её. В её домике? В нашем, блядь! Нельзя, чтобы она без присмотра разгуливала. А я отойду по делам. Не то, чтобы я строил планы активного отдыха, но такая перспектива не особо радует. А если она весь день проспит? Я думал... Я думал, цель её приезда как раз свободно разгуливать, без лишнего внимания и контроля. Мы за неё отвечаем, и потом ей будет веселее в компании. А у тебя официальный повод есть переводить. Чё со Славей? Мне кажется, они бы легко подружились. Не знаю. Да ты сам всё видел. Славя обычно в центре внимания, а тут новенькая. Может, подсознательно? Да, брось ты. Славя и зависть несовместимы. Рисковать не будем. Ладно, не скучай. Я буду заглядывать. Охуеть не устать. Оставшийся день, я осознал непригодность нашего домика в качестве наблюдательного поста. Я вышел на улицу и стал прогуливаться взад-вперёд. Мимо проходили пионеры с разным инвентарём. Я постарался напустить важный вид, чтобы они не подумали, что я тут прохлаждаюсь. Ну что, укрепляешь международные отношения? Опять она со своими шуточками. Но меня не прожибёшь. Укрепляю. И как она? Я пожал плечами. Но отдыхает. Понятно. Ну ладно тогда. Чё она, блядь, хотела? Алиса с кислым видом удалилась. Я пожалел, что так быстро от неё отделался. Стало скучно, знаете ли. Я присел в шезлонг, где стало ещё сильнее клонить ко сну. Сказывался ранний подъём. Бороться с дремотой не было никаких сил, как и особой нужды. Но сперва я написал Саманте записку с просьбой постучать, если соберётся куда-нибудь. Приладив её к соседской двери, я вернулся в домик и отдался прохладным объятиям постеля. Стук в дверь вывел меня из сладкого забытья. Проспал я добрых три часа. И пропустил обед, если он сегодня по графику. Just a minute! Я попытался избавиться от заспанного вида и открыл дверь. На пороге стоял Шурик. Привет, меня Ольга Дмитриевна прислала, чтобы ты не скучал. Да я и не скучаю. Да, чем занят? У меня вот карта. Колода же запечатана. А я по ней геометрию изучаю. Эти плоскости сведут меня с ума. Ммм. Да, геометрия — это вещь. Повисла пауза. Шурик топтался у двери, собираясь уже уходить. Но вдруг изменялся в лице, схватил меня за рукав и начал громко шептать. Слушай, а ты не думаешь, что она шпион? Саманта? Я думаю, что она посол доброй воли. Ровно наоборот. Ну это было бы отлично прикрытием, не так ли? Ещё каким? Что ещё нужно шпиону, кроме всеобщего внимания? Шурик явно обиделся, что я не воспринял его теорию всерьёз. Зря ты так. Надо быть насторожа в наше время. И какова же цель шпионажа? Да, она же. Похоже, самая важная в радиусе тысячи километров — это она сама. Ты просто не знаешь. Ну ладно. Кстати, пора проведать нашу шпионку. Чуть не забыл. Шурик протянул висевшую у него на плече сумку. Опасно ходить одному. Возьми это. Эт чё? Еда вам. Ольга Дмитриевна передала. Вы же обед пропустили. Спасибо. Ты со мной? Не, у меня ещё дела в клубе. Я вышел вслед за Шуриком и направился к двери по соседству. Моей записки на месте не было. Постучать? А если бумажку забрал кто? Или ветер унёс? Разбужу за зря. Ну и ждать нельзя. Вдруг она ушла и нуждается в срочном спасении от советских детей. Ага, особенно от Ульянки. Я решил постучаться. Благо, есть повод. Еда. Войдите. Я надеюсь, нас не забанят за педоберщину. Саманта сидела на кровати в окружении множества причудливых вещей. И острых блокнотов, коробочек с какими-то фантиками, сувениров. Тут же был и настоящий японский магнитофон. Нарушитель тишины. Особенно меня заворожили её ногти, на которые я беззастенчиво и уставился. Потому что у неё только ногти и глаза есть. Больше ни на что пялиться, да? Ого, красота какая! Правда нравится? Нет, ты не подумай, я не собираюсь так ходить. Это только клей с блёстками. Легко стирается. Саманта принялась оттирать маникюр салфеткой. Жаль. Ничего, у меня этого добра полно. Блёстки – это моя небольшая мания. И бабочки, как я вижу. Внизу живота! Ха-ха-ха! Вот и крашу ими всё подряд. Это успокаивает. Что ж, отличное хобби. Вижу, у тебя их много. А это кто? Я указал на неказистую, но всё же милую, мягкую игрушку. Явно самодельную. Это Густав. Семён. Приятно познакомиться. Казалось, Саманта почти поддалась на мою провокацию и готова была ответить за Густава. Но в последний момент отвела взгляд, как будто вспомнив о чём-то. Игрушка была отложена. Наверное, считает себя уже взрослой для таких игр. Или меня стесняется. Да и правильно, в лес тут такие личные вещи разглядывает. Хотя она вроде и не против. А у тебя тут столько всего. И всё такое яркое. Прямо ловушка для эпилептика. Не, ну здорово. И подарки, да? Ну, я привезла все любимые вещи. А то иногда вдали от дома немного грустно становится, знаешь. А так, хотя бы частичка дома с собой. Пожалуй, я нагрянул как раз в такой момент. Даже за её... Пожалуй, я нагрянул как раз в такой момент. Даже за её привитливостью заметно. Надо ли списать это на тоску по дому или тут что-то ещё? А ты выходила уже куда-нибудь? После завтрака? Саманта почему-то пару секунд думала над ответом. А потом отрицательно покачала головой. Так... Ну, давайте спросим о записке. Хочешь сказать она от тебя? Прости, но это совсем не смешно. Ничего не понимаю. Чё же я там такого написал? Что могло её так расстроить? Милая, отдай записку. Не пойму, в чём дело. Можно посмотреть записку? Наверное, стоило бы отдать её мисс Ольге. Ну, держи. Передо мной был листок со страшной рожей и... Кривоватой надписью. Детексту Юэсэй! Даст, по идее, должно быть. Было быть. Ааа, на ночь. Какой-то шутник подменил записку. Я бы лучше во мнении о наших пионерах. Да, блядь, это Шурик. Ну и чё теперь делать? Показать её Ольге Дмитриевне? Устроить всеобщую проверку почерка? Этот фарс явно ни к чему. Особенно в первый день. Окей, я тебе верю. Ну да, глупо, что я так подумала. Прости, пожалуйста. Не представляю, кто это сделал. Какая-то шутка, не более. Забудем. Я обязательно найду шутника. Обещаю. Но ты не против не сообщать никому пока? Само собой. Но если узнаешь, то просто скажи мне. Я сама это улажу. Понимаю. Договорились. Ааа, опять она улыбается, мимимишка. Саманта ещё раз окинула взглядом свои сокровища. Вот, как видишь, я тоже мати... Материалистичная девочка. Господи, ёбаная, это в рот, блядь, такое слово пиздовывертно. Блядь. Идите в жопу! Ой-ой-ой-ой-ой. Бля, я надеюсь, заты меня не выпилят с ютубчика. Так, давайте очень громко говорить. Так, это... И это нормально. Ничего не имею против. Люди ругают хорошие вещи. Только пока сами их не заимеют. Эй, да я же пошутила. Оу. Так, так, так. Надо что-то говорить, чтобы перебивать эту ёбаную музыку. Не знаю, может я правда такая. Но у вас тут я себя чувствую, будто сбежала откуда-то. Из гиперматери... Материалистичного ада, господи. Какое же это, сука, сложное слово-то. Ну, что-то вроде того. И мне нравится это ощущение. Тогда тебе вряд ли стоит так себя называть. Матери... Блядь! Материалистичной. Просто интересно, что ты там принёс. Что-то материальное. Совершенно уверенно. Я заглянул в сумку. Сниди у нас было предостаточно. Хоть до конца недели не выходи. Это всего лишь еда. Я заметил, что вы, американцы, тоже склонны к приёму пищи. Верно. Я даже люблю еду. Особенно, когда голодна. Ну, так давай джирать, девка. О, тут... Тут новая плаката. Мост в терабию. Стоп, завар! Шибуину? Или Сибуину, кому больше как нравится. Пополиванову или... Блядь, второго не помню. И... Плакат Саманта. Ух! Некоторое время мы молча сживали бутерброды, запивая минералкой. Для поддержания разговора, я спросил об Артеке. Ар... Бля... Ну, какая же у неё милая улыбочка, а? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе... Ар... Артек очень большой. Это не лагерь, а целый город И чего там только нет Так, ну и мы не лыком шито Надо бы сводить её куда-нибудь после еды В баню Это ты такой большой магнитофон с собой привезла? Ну да, к счастью мне не пришлось это всё самой носить Нет, у меня и маленькие плееры есть Но слушать его одной было бы эгоистично, да? Ну, наверное И не так уж весело А у нас есть настоящая японка в лагере Считает себя такой, по крайней мере Правда, нужно с ней познакомиться Можно навестить её прямо сейчас Или ещё куда-нибудь сходить Почему бы и нет, веди А куда? К японке? По твоему усмотрению Так Куда мы её поведём? Так Не, 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 не хуя Мы поведём её на спортплощадку Ага Наш путь лежал через весь лагерь По дороге к нам присоединилось несколько любопытствующих пионеров Ты играешь в футбол? Нет, это для мальчишек Ясно Постой, я про сокер О, конечно, почему нет? Короче, кто тут вообще не шарит В Америке То есть даже не в Америке А в мире Футбол это Где они с таким продолговатым мячом бегают А сокер Это вот именно этот наш европейский футбол Небольшой ликбез Хотя, думаю, все и так были в курсе На стадионе уже шла игра 3 на 3 Среди игроков была и Ульяна А мы тебя больше не возьмём, Ульяна Играешь слабо, пас не отдаёшь Ульяна? Слабо? Похоже, у нас тут заядлые футболисты Ладно, будет тебе пас Давайте по новой Ой, Семён, давайте с нами Разделились так Ульяна с товарищами в одной команде А мы с Самантой и остальными Новоприбывшими в другой Игра началась Сразу выяснилось, что наша команда намного слабее А я ещё встал на ворота, чтобы детишкам не мешать Ладно, главное участие Большинство ударов, которые сыпались на меня Я был в состоянии отбить Но пару раз мяч всё-таки залетел в наши ворота Пару-тройку раз Я заметил, что Ульяна опять ссорится с сотоварищами И решил особо не усердствовать, когда она в атаке Пусть порадуется Гол! СССР, ЮСА и Файв Ноль Эти слова меня здорово раззадурили Завладев мечом, я двинулся на ворота соперника Проскочив двоих выдохшихся пионеров, я крикнул ТУ ЗА РАЙТ! На меня уже выскакивал их вратарик, когда я покатил меч направо. Саманта бьёт по пустым воротам. ГООООООЛЬ! На туду в спину Саманты влетает Ульяна и обе валятся на траву. Ребята столпились вокруг Саманты и помогли подняться. Удар был сильным Чистейшее удаление Впрочем, Ульянка уже сама куда-то удалилась Без извинений Вот же мелкая сука Но Ульянка получит Пусть только появится тут Ерунда, ребят, не волнуйтесь Я отведу тебя к медсестре Нет, нет Я не пострадала, правда Скорее всего Но пусть посмотрит На всякий случай Нет, это ни к чему Беспокоить взрослых Ульянку защищаешь, что ли? Как скажешь У меня нет нужных документов Чтобы лечить тебя против воли Мы отошли в сторонку И разместились на лавочке На которой они посидят уже До следующего раза А на этом на сегодня все Всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»